Так, всем привет! Вы на канале CryptoCommons и сегодня мы посмотрим обзор важных новостей в мире крипты, который приготовил канал CoinBureau. Большой им респект за это. И мы перевели специально для вас, чтобы вы были в курсе всех последних событий, друзья. Поэтому не забывайте ставить лайки и проверить, подписаны ли вы на наш канал, если вы у нас новенький. Потому что как только мы пробьем 100 тысяч подписчиков, у нас будет супер-мега-розыгрыш крипты, много призовых мест. Все, что нужно для участия, это писать комментарии, быть подписанным к нам на канал и к нам в Телеграм. Ну, поехали смотреть обзор, а потом обсудим. На прошлой неделе крипта эпично взлетела вверх, а у биткоина образовался памп больше 10%. Как, вероятно, вы уже слышали, изначально памп образовался на ложных новостях об одобрении BitcoinSpot ETF, после чего рынок откатился. Однако, всего несколькими днями позднее, поправленные заявки от управляющих активами компании Fidelity BlackRock, а также новая заявка на BitcoinSpot ETF от Grayscale, отправила биткоин прямиком обратно к 30 тысячам. Отсутствие аналогичной позитивной реакции у фондовых рынков говорит о том, что фактор, повлиявший на рост рынков, был специфичен для крипто. Еще одним связанным с криптофактором, который, вероятно, сыграл, был комментарий генерального директора BlackRock Ларри Финка об изначальном пампе биткоина на ложных новостях. Ларри сказал, что памп BTC был признаком «бегства инвесторов в безопасное место», подразумевая, что биткоин аналогичен другим малорисковым активам, таким как золото и казначейские облигации США. И здесь напрашивается очевидный вопрос – куда направляется крипторынок? Что ж, ответ зависит от таймфрейма, на котором вы делаете анализ. Дневной график биткоина выглядит невероятно по бычи. На прошлой неделе он показал бычий флаг, а на момент подготовки этого выпуска, похоже, рисует еще один флаг. Однако, все начинает выглядеть по-другому, если мы укрупнимся до недельного таймфрейма. Как вы видите, похоже, что биткоин рисует нам паттерн голова и плечи. Аналитики крипто-твиттера подхватили эту тему, и похоже, что многие из них ожидали данный паттерн многие месяцы. Ну а также есть и поразительная параллель между ралли биткоина в 2023 году и ралли, которое мы видели в 2021. Вы мне не поверите, но данный паттерн распределения, за которым последовал провал, а затем паттерн голова и плечи, является реальным паттерном технического анализа, который называется «три вершины» и «дом с куполом». И нет, я это не выдумал. Этот невероятно нишевый паттерн исторически возникал рядом с локальными вершинами и вершинами цикла, именно в 1910-х, 20-х и 1970-х. Если вы узнали об этом впервые, то с вас подписка и лайк. Вся эта история говорит нам о том, что следующие 1-2 недели будут для крипторынка очень критичными. Закрытие цены биткоина на месячном графике выше 27 тысяч станет отскоком от скользящего среднего полосы буллинжера. Обратите внимание, что нахождение под данной полосой будет означать медвежий рынок, а нахождение над ней – бычий. Из графика мы видим, что закрытие месяца для биткоина над 27 тысячами может нас привести к ралли до 45 тысяч в ближайшие месяцы. И наоборот, если мы пробьемся под 27к в следующие пару недель, это может подготовить почву для медвежьего флага и отправить биткоин вниз примерно до 20к, что, вероятно, станет для биткоина локальным дном. И здесь есть еще одна опасность в том, что такое значительное падение цены биткоина, вероятно, вызовет образование нисходящих низов для большинства альткоинов, включая эфир. Эфир сейчас находится в падении в отношении к биткоину и может упасть до уровня 0.035 биткоина за эфир. Если биткоин опустится до 20к, это транслируется в цену эфира менее чем 800 долларов, нисходящий низ. И эта слабость эфира в отношении к биткоину довольно странная. С учетом продолжающегося роста экосистемы эфира. Ведь лишь на прошлой неделе сеть второго уровня под названием Scroll была развернута на майонете. Далее, децентрализованная биржа Uniswap недавно приняла противоречивое решение, включив комиссию в 0.15% на некоторых торговых парах. Противоречивость этого решения заключается в том, что комиссия начисляется во фронт-энде, а не в протоколе. Это значит, что выгода поступает в Uniswap Labs, а не держатели токена Uni. Еще одно противоречие в том, что решение было принято не на основании голосования держателей токена Uni. И повторюсь, факт того, что фронт-энд Uniswap централизован и контролируется Uniswap Lab, означает, что технически они могут делать все, что захотят. И продолжая тему противоречий. Создатель эфира Виталик Бутерин недавно попал под опалу из-за того, что отправлял эфир на бирже, предположительно для продажи. Недавно Виталик прояснил, что он не продавал эфир в частных целях с 2018 года. Но это не меняет факт того, что в конце концов он эфир продает. И для неопытного человека эта новость плохая. Также не помогают и недавние заголовки, в которых Виталик излагал риски, которые он видит для крипторынка. И, честно говоря, он эти риски обосновывает как связанные со стагнацией крипто, сокращением факторов конфиденциальности, а также проблем, связанных с развитием искусственного интеллекта. И с учетом происходящих событий, очень странно, что Виталик не включил риски, о которых он беспокоится, связанные с регулированием. По всей видимости, это из-за того, что эфир достаточно децентрализирован, чтобы не привлекать к себе внимание таких регуляторов, как СЕК. Но даже с учетом этого, проверки в адрес других организаций не напрямую могут повредить эфиру. Такие вот новости, ребята. Что можно сказать локально по кбитку? Смотрите, мы уперлись в сильное сопротивление, как и говорили с вами вчера. 35 тысяч долларов взлетели, достаточно неожиданно для многих, но не для нас с вами. Вы знаете прекрасно, что этот вариант был основной, и вот он отрабатывает сейчас. Поэтому проверьте, что вы подписаны к нам в телегу еще, потому что там много всяких важных сигналов происходит. Вот, теперь что мы видим? По ТРДРу здесь плита. Это не значит, что мы прямо отсюда упадем. Мы можем здесь еще постоять, поконсолидироваться, немного упасть, потом отрасти. Может немного упасть, потом отрасти, но в целом, скорее всего, пойдем пробивать дальше. Но, опять же, пока этот уровень взят, поэтому можно как минимум расслабиться и подождать каких-то более внятных сетапов. Опять же, тут посмотрите на Candle Wave. Снова загорелся сигнал Cell на 4-часовом таймфрейме. То есть, достаточно шумно себя ведет сейчас здесь индикатор. Вот, поэтому тут скорее нужно уважать старший таймфрейм. Давайте посмотрим дневку. И на дневке мы видим, что пока у нас отрабатывает сигнал Buy. С другой стороны, здесь сигнал Cell, если и появится, то уже когда мы закроем эту свечу ниже. Так что, смотрите сами. Я думаю, частичные тейк-профиты, если вы залетали по 26, по 28, уже имеют смысл. Но, опять же, тут зависит от того, насколько вы в долгосрок. Если вы сейчас набираете дешевые альты, то я думаю, надо их держать и дальше, потому что они, в принципе, уже по дну своему ползают. Я, короче, держу свои ланги, продолжаю. Частично разгружаю потихонечку на Buy.Bit, на Gate, также еще торгую. На бирже Gate сейчас по нашей ссылке из описания сверхъестественные крышесносные бонусы на торговый объем. Если вы вносите депозит даже 10 долларов и торгуете, потом крутите большие объемы на фьючах, то вам прилетят огромные призы. До 10 тысяч долларов на объем можно выиграть. Так что имейте это в виду, торгуйте на бирже Gate по нашей ссылке из описания. Ну и помните, если вы накапливаете альткоины, то помните, что сейчас, пожалуй, самое лучшее для этого время. Посмотрите, где мы находимся по индексу альтсезона. То есть в любой момент, в какой-то момент это развернется и пойдет наверх. И лучше быть уже в этой ракете по альтам, чем покупать их по хаям. Так что я думаю, ребята, что вы делаете все правильно. Напишите в комментарии, чего вы ждете от рынка локально. Вот мы видим небольшую коррекцию. Думаете ли вы, что мы пробьем сейчас вниз на 30 тысяч, обратно пойдем или ниже. Или вы ждете 40 и выше. А у меня на этом все. Спасибо, что смотрите канал Crypto Commons. И ставьте стопы, лайки, подписки. И скоро увидимся. Пока. Всем профитролей. Продолжение следует...